Шаг 1. Я никто. Шаг 2. Ты все. Ты можешь сделать все. Ты знаешь все. Нет ничего невозможного для тебя. Я никто. А ты Господь. Вот как мы разговариваем с Ним. Иова 38. Начиная с первого стиха. Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Я постараюсь прочитать эти слова в Божьем голосе, кто сей омрачающий проведение словами бессмысла. Припояшь ныне чресла твои, как муж? Я буду спрашивать тебя. А ты объясняй мне. Я хочу, чтобы вы сделали пометку в своих записях. Что во втором и третьем стихе, когда Бог обращается к Иову, то мы видим Божью милость. Это милостивое приглашение Божье для Иова. И даже когда я говорю вам и читаю эти стихи, то мне кажется, что это милостивое приглашение. Правда? Это больше похоже на ужасающую конфронтацию. Но это не так. Разговор Бога с этим человеком это абсолютная милость Божья. В нашем цикле об Иове мы говорили о том, что Он праведный человек. в Иове 1.8 Бог говорит про Иова, что Он – его слуга. И не просто слуга, а праведный слуга, который боится Господа. отворачивается от зла. Бог говорит, что на всей земле нет такого, как Он. Он – благочестивый человек. Но мы также знаем, что Он – хрупкий человек. Ведь когда мы смотрим на Его реакцию в страданиях, мы видим, что она наполнена гордыней и злостью. Иов требовал от Бога ответить Ему по поводу страданий. Иов, если так можно сказать, вызывал Бога на ковер. «Что ты делаешь?» «Это неправильно. Я жил ради тебя. Я не заслуживаю такого. Почему ты поступаешь так со мной?» Я бросил вызов Богу. И, как я уже говорил, это была греховная реакция. Но вместо того, чтобы раздавить Иова, вместо того, чтобы отреагировать на «Что ты делаешь?» «Вот что я делаю». Вместо того, чтобы раздавить Его своим могуществом, силой и святостью, Бог приходит и говорит, «Иов, давай поговорим. Я задам тебе пару вопросов, а ты ответишь мне». Это милость Божья. Это удивительная благодать Божья. И не только для Иова, но и для нас. Потому что все мы, как Иов, все мы разбиты. Но благодать Божья приносит великого и милостива Бога в нашей жизни, который готов говорить с нами. Как милостив и благ Он. Псалома-певец был поражен этой истиной. В Псалме 8.5 он говорит, что есть человек, то ты помнишь его. Он говорит, «Я не могу представить, что ты обращаешь внимание на меня, и Сын Человеческий, что ты посеешь его». По правде говоря, мы заслуживаем Божьего безразличия, как минимум. А на самом деле, мы заслуживаем Божьего суда. Мы заслуживаем того, чтобы Бог наказывал наш грех, бунт, наше жестокое сердце, неповиновение. Мы заслуживаем Божьего суда, но Бог приглашает нас на разговор вновь и вновь. В Писании мы слышим голос Божий. Давай поговорим. Помните, что сказано в Исаии 1.18? Это говорит Бог. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег, убелю, если будут красны, как пурпур, как волну, убелю». Это милость Бога Всемогущего. Я хочу спросить вас, есть ли в вашей жизни сейчас грех, от которого вы хотели бы очиститься? Бог говорит вам, «Приди и рассудим». Слово «рассудить» означает «разобраться». У Бога есть решение. «Я и есть решение». Исаия 55. Бог говорит, «Жаждущие, идите». «Вы жаждете жизни вечной? Новой жизни?» Бог говорит, «Давайте поговорим». «Идите и пейте». «У вас нет денег?» «Они не нужны». «Покупайте без денег».» Он говорит, «Идите и давайте поговорим». Исаия записал тот же голос, который звучит в Матвея 11.28. Этот голос воплотился в Иисусе. Иисус говорит в Матвея 11.28 и делает то же предложение, что в Исаии 1.55. Он говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вы находитесь под бременем греха религий? Вы пытаетесь наладить правильное отношение с Богом, соблюдая все правила? «Придите ко мне». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Он приглашает нас. Иоанна 21. Иисус говорит уставшим и голодным ученикам, «Приходите и ешьте. У меня есть все, что вам нужно. Соберитесь за моим столом». А в Откровении 22, в последней главе Библии, Бог говорит, «Дух и невеста говорят, «Приди». В бытие, когда Адам и Ева согрешили, Бог пришел в сад и сказал, «Адам, где ты?» Давай решим этот вопрос. Библия начинается с Божьего приглашения и заканчивается им. И на протяжении всей Библии мы видим приглашение милостивого Бога. «Приди и рассудим». Слава Богу, что он такой. Итак, это было его приглашение Иову. Он говорит Иову в 38 главе. Давай поговорим. Давайте понаблюдаем за этим разговором между Богом и Иовом. Когда мы будем смотреть на общение Бога с Иовом, мы увидим, что Божий разговор с Ним призван принести откровение. Суть Божьего разговора с нами – откровение. И я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. И поэтому скажу прямо. Когда Бог начинает говорить с нами, то все, что важно для нас, важно и для Него. Да? Это не неважные вещи. Но вот что вы должны знать. Скажите «Аминь». Его разговор с нами – это не переговоры. Бог не ведет переговоры, да? Бог не ведет переговоры. Он диктует. Он Господь. Второе, что вы должны знать – Бог не говорит с нами. Чтобы получить информацию от нас, Ему не нужна информация от нас. Это не значит, что мы не должны изливать свои сердца Ему. Он не говорит «Постой». Сейчас запишу. Я даже не представлял такого. Нет. Ему не нужна эта информация. Он уже знает все. Суть этого разговора в откровении. Бог открывает нам истину о нас и о себе. И это Он делает для Иова. Во-первых, Он открывает Иову его слабости. Когда Он начинает говорить с Иовом, то открывает ему, что тот слаб. Вплоть до первой главы, до страданий, никто не воспринимал Иова слабым. Никто. Он был величайшим мужем Востока. Никто не считал его слабым. Я думаю, что он считал себя слабее, чем другие. Он понимал свою слабость лучше других. Но другие не считали его слабым. И когда он столкнулся со страданиями, у него возник протест против Господа. Он начал спорить с Богом. А Бог сказал, «Иов, я расскажу тебе, в чем твоя слабость. Ты не знаешь того, чего не знаешь. Ты не знаешь всего. Ты даже не знаешь, что ты не знаешь». Иов думал, что знал все. Когда он начал спорить с Богом, то думал, что у него есть все ответы. Но Бог сказал, «Иов, у тебя нет всех ответов». Посмотрите на Иова 38.2. «Кто сей омрачающий проведение словами без смысла?» А теперь посмотрите Иова 43. Там мы видим похожий вопрос. «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Иов, ты считаешь, что ты прав, а я нет? Ты так думаешь? Иова 38.2. «Кто сей омрачающий проведение словами без смысла?» Иов, когда ты говоришь эти слова без смысла, ты пророчишь мои решения. Ты ставишь под сомнение. «Мою мудрость и волю...» Он говорит, «Иов, ты задаешь вопросы, на которые не знаешь ответов. Ты задаешь вопросы, словно знаешь все, но Иов...» Позволь задать тебе пару вопросов. И вот они, начиная с 4 стиха. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Иов. Хочешь задавать вопросы? Давайте начнем с этого. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Если знаешь, скажи. Посмотрите на 5 стих. «Кто положил меру ей, если знаешь?» «Кто протягивал по ней верфь?» «Иов, кто взял божественный метр и измерил землю?» Может, ты знаешь? Ты был там, Иов? Посмотрите на 6 стих. «На чем утверждены основания ее?» «Как земля остается на орбите?» «На чем она стоит?» «Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости?» «Ты же был там, да?» «Давай поговорим про это». «Расскажи мне об этом». Он говорит, «Иов, ты пытаешься говорить о вещах, о которых ничего не знаешь». Затем он говорит в 16 и 18 стихе. «Знаешь ли ты меру творения? Не сходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны? Ты был на дне моря?» 18 стих. «Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это». 17 стих. «Отворялись ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тени смертной?» Мне нравится 19 и 20 стих. «Где сказано?» «Где купить к жилищу света? И где место тьмы? Иов? Иов, можешь отвезти свет домой? Можешь отвезти тьму туда, где она живет? Иов, ты понимаешь творение, которым я управляю?» 21 стих. «Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико». Вы видите, что делает Бог. Он говорит, «Иов, ты излагаешь свои аргументы, ведешь себя так, словно знаешь все, но ты говоришь о вещах, о которых ничего не знаешь». Я хочу спросить вас, вы поступали так с Господом? Мы часто поступаем так с другими. Мы говорим о вещах, которые не понимаем. Кто-то заходил недавно в соцсети? Такого там просто с ума сойти. В соцсетях многие говорят о том, чего не понимают. Они считают себя экспертами, да? Мы иногда поступаем так в отношениях, с друзьями, на работе, в браке. Мы прибегаем и... Бла-бла-бла-бла-бла. Но мы ничего не знаем о ситуации. Вообще ничего не знаем. И точно так же мы поступаем с Богом. Бог говорит. «Иов, ты говоришь о том, о чем не знаешь. Это слабость». Во-вторых, Он говорит Иову нечто, что может показаться жестоким, но это не так. Он говорит. «Иов, ты ужасно бесславен». Это слово актуально для Иова и для всех нас. «Ты ужасно бесславен». Это означает, что луна, не имеющая своей славы без солнца, сияющая на нее, по сути является просто камнем, который вращается вокруг Земли. Он говорит. «Иов, ты такой же. Если отбросить тот факт, что ты сотворен по образу моему, в тебе нет никакой славы». Посмотрите Иова 45. «Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие». Иов, если ты хочешь поставить под сомнение меня, вечного Бога, который создал все и поддерживает все, то вот, что ты должен сделать. Укрась себя славою и облекись в величие, в блеск. Сделай это. Если хочешь говорить со мной, он говорит, «Иов, ты абсолютно бесславен». Если вы слушаете, то скажите «Аминь». Вот вам истина. Хоть мы все смеемся и хотим быть первыми, лучшими, я хочу, чтобы моя слава сияла на земле, но мы сияем лишь среди других, бесславных людей. И если убрать благодать Божью из нашей жизни, у нас не останется никакой славы. Одно из лучших откровений, которые вы только можете получить, это откровение об этом. Он говорит Иов, «Ты не знаешь того, чего не знаешь, и ты крайне бесславен». Павел понял это. В Римлянам 7 он говорит, «Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» Каждый разговор Бога с нами связан с откровением. Он открыл Иову его слабости. Во-вторых, этот разговор открыл Иову Божью славу. Я не буду читать всю 38-ю, 39-ю, 40-ю, 41-ю главу, но в них Бог открывает Иову не только то, насколько слаб Иов, но и насколько славен Бог. Он делает это в 38-й главе. Мы уже смотрели на 3-й, 4-й, 5-й стих, где он говорит, что создал землю, создал все. В 8-м стихе он говорит, «Кстати, я поставил двери для моря, видел всю ту воду в океане. Это я сказал ей, остановись там». Иов, знаешь ли ты, что я Господь пространства? Посмотрите на 31-й стих. «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести ас с ее детьми?» Он говорит о созвездиях. Управляешь ли ты созвездиями, как я? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Ты можешь расположить землю в пространстве с нужным вращением на ее оси? Можешь ли ты поставить ее так идеально, чтобы жизнь могла существовать? Иов, вот что делаю я. Из 39-й по 41-ю главу он рассказывает об этом. Не забывайте, что разговор Бога с Иовом не призван раздавить Иова. А наоборот, Бог не собирался раздавить Иова. Он собирался показать разницу между Иовом и Богом, чтобы Иов обратился. Вот в чем суть. Знаете, в чем была главная проблема Иова, когда он задавал свои вопросы Богу? Он думал, что они с Богом наравне. Бог пришел поговорить с ним. И с каждой новой частью разговора «Иов, где ты был?» Когда я полагал основание земли? «Эй, Иов, где ты был, когда я создавал море?» «Эй, Иов, можешь поставить планеты там, где они должны быть?» С каждым предложением он рассеивал гордыню Иова и возвышал свою славу. И то, что началось, как разговор Иова наравных с Богом, закончилось на вот таком расстоянии. Послушайте. Для некоторых из вас именно это является главной проблемой. Ведь когда вы думаете о Боге, то представляете все так. «Я буду делать, что хочу, жить, как хочу, думать о Боге так, как хочу, реагировать, как захочу». Все хорошо. Мы на равных. Знаете, что Бог хочет сделать? Это будет величайшее откровение в вашей жизни. И тогда вы поймете, что не можете поднять взгляд достаточно высоко, чтобы увидеть славу Божью. Вот в чем суть его разговоров. Он говорит Иову, «Я хочу, чтобы ты понял, кто я, и осознал, кто ты. Сделав это, ты обратишься». Этот разговор привел к обращению Иова. Он столкнулся с великой славой Божьей, с вознесением Богом и со всей хрупкостью. И Иов начал ломаться. И когда мы читаем об этом, то видим три шага к обращению. Я хочу показать их вам. Посмотрите на 39 главу. 33, 34 и 35 стих. Здесь мы видим первую часть этого процесса. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Вот я ничтожен». Бог обращается к нему и открывает ему, насколько он бесславен, показывает, что он не знает ничего. Он начинает открывать свою славу Иову. И первое, что говорит Иов, «Не упустите это». Это первый шаг к обращению. Я ничто. Знаете, кто спасается? А люди, которые осознают, что они ничто. Сильные люди не спасаются. Я имею в виду людей с сильным характером и навыками. Для того, чтобы спастись, сильный должен стать слабым. Иисус сказал, «Если хотите войти в царство, вы должны стать как дети». Иов сказал, «Я ничто. Я ничтожен». «Я не важен». 34 стих. «Вот я ничтожен». «Что буду я отвечать тебе?» «Руку мою полагаю на уста мои». Мне нечего сказать. Он что, шутит? «Он говорил на протяжении 30 глав». «Он спорил с Богом». «И так было до того, пока Бог не открыл ему себя». И тогда он сделал так. «Боже, мне нечего сказать тебе». Это первый шаг к обращению. Вы должны понять, что вы ничто. Это значит, что вы не важны. Второе. 42 глава, первый стих. Мы видим второй шаг к обращению. «И отвечал Иов Господу и сказал, зная, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Это второй шаг. Первый шаг – «Я никто». Второй шаг – «Ты все». «Ты можешь сделать все». «Ты знаешь все». «Нет ничего невозможного для тебя». «Я никто». А ты – «Господь». Вот как человек обращается. Вы должны признать свою разбитость, понять Его славу и отдаться ей. Кстати, в церкви есть слово для этого. Мы называем это обличением. В старые времена мы называли это обличением Духа Святого. Это обличение, которое говорит, «Я признаю тот факт, что я разбит, я грешник, и я убежден в Его славе. И когда я вижу Его славу и свою разбитость, то могу лишь взывать о милости». Третий шаг к обращению мы видим в 42 главе, в третьем стихе. Там сказано, «Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея, Бог задавал этот вопрос, и Ох повторяет его, «Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея, виноват, это я. Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Четвертый стих. «Выслушай», — взывал я, «и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя? Объясни мне. Вот что ты сказал мне. Я должен ответить тебе. И вот что я понял. Пятый стих. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Ты открыл себя мне». Шестой стих. «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Это именно то, к чему Бог хотел привести Иова. Он должен был сидеть в пепле не потому, что его семья погибла, что его жена отвергла, что он потерял богатство. Он хотел, чтобы Иов сидел в пепле, потому что понял славу Божью и покаялся в своей надменности. И так как Иов понял, что Бог все, а он ничего, он покаялся, и Бог восстановил его. Сегодня мы увидели, как благодать Божья открылась Иову в разговоре. Просто удивительно, что сам Бог пришел чтобы поговорить с Иовом. И когда Бог говорит с нами через Своё Слово и Дух, то Он делает это ради нашего обращения. Как Иов, мы должны обратиться, обратиться от греха в спасении, а затем обратиться от ошибок наших путей, служа Господу. И каждый раз, когда Бог говорит к нам, Он делает это, чтобы открыть Себя и показать, как нам отдать Себя Ему. Иов услышал это послание, и оно изменило его жизнь. Я желаю, чтобы мы пережили ту же благодать и отреагировали так же, как Иов. Надеюсь, это слово благословило вас. Если я могу помочь вам, послужить или помолиться за вас, свяжитесь со мной через наш сайт. Продолжение следует...